Есть у меня один упорный подписчик, с которым я нахожусь в длительной переписке, и он периодически мне скидывает ссылки на некоего блогера Арслана, его почему-то очень сильно волнует судьба этого молодого блогера, и он постоянно просит меня прокомментировать, как вы думаете, переобулся ли Арслан и тому подобное. Ну, так как я никогда не следил за творчеством этого молодого человека, я ничего сказать не могу. Правда, я почитал, посмотрел. Судя по всему, раньше этот молодой человек был очень большим поклонником Вячеслава Мальцева и в том числе Алексея Навального, а теперь как-то он начал Алексея Навального критиковать. Я сейчас хотел бы оставить этот вопрос в стороне. Я не знаю, что на самом деле раньше думал или чувствовал Арслан, но меня поразил его последний ролик, ссылку на которую я получил. Меня поразило не то, что молодой человек пытается критиковать членов штаба Алексея Навального всеми доступными, недоступными, приличными и неприличными способами, а я скажу, в чем состоит неприличие, а в том, что он просто занимается каким-то оголделым мракобесием. А ведь молодой в принципе человек, ведь он, я так думаю, хочет жить в свободной демократической стране, но то, что он делает, трудно укладывается в голове. Впервые за много лет в одном ролике я услышал сразу два шаблона, о которых вы можете прочитать, пожалуй, только в литературе о нацистской Германии. Именно тогда, в конце 30-х годов, занимались гонением свидетелей Иеговы и цыган. Что интересно, во времена Гитлера в нацистской Германии не переносили цыган. Сейчас цыгане, а это один из многочисленных и древнейших народов на нашей земле, живут приблизительно так. Вообще есть итальянские цыгане, есть румынские цыгане, есть даже китайские цыгане. Видимо, Арслана когда-то в детстве пугали цыганами, потому что у него какое-то вот абсолютно ксенофобское отношение к цыганам. Ксенофобия – это страх перед людьми. Это что-то наподобие цыган. У вас у всех рефлекторное отторжение, когда к вам на улице подходит цыган, потому что вы на опыте других людей знаете, что если только ты заговорил с цыганом, то ты сразу же подпадаешь под их чары, которым им их обучают с самого детства. И через пять минут с тебя уже сняты сережки, ты добровольно вытащил свои деньги из кошелька. Так вот, свидетели и еговы работают по такому же принципу. Он говорит, что им с детства внушают очаровывать людей и их обворовывать. Ну это, извините, я даже не могу это как-то комментировать. Как можно этому научить? И отвечаете ли вы за свои слова, господин Арслан, что все без исключения цыгане этим занимаются? В свое время я водил своих детей в цирки. К нам каждый раз в течение сезона приезжало множество цырков. Так вот, основные европейские цирковые династии – это 100% цыгане. Есть очень мощные цирки, живущие в Монте-Карло, и все они цыгане. У цыган есть замечательные музыкальные трупы. Одним словом, разговаривать об этом даже глупо. Как можно одну нацию всех поголовно назвать ворами, мошенниками и негодяями? Это непонятно. Это, кстати, непонятно было тогда в фашистской Германии. Ну а о свидетелях Иеговы – это отдельный разговор. Я специально залез в Википедию и с удивлением узнал, что свидетели Иеговы в России признаны экстремистской организацией. Несколько лет тому назад, в 2016 и 2017, и во время визитов слышал, что Меркель обращается непосредственно к Путину и требует прекратить травлю свидетелей Иеговы. Я тогда не понял, почему она так обеспокоена. Оказывается, вот оно почему. Их не просто запрещают, как, например, в Китае или в Иране, в таких темных мракобесных странах. А представьте себе, в России они названы экстремистами. Вообще, назвать свидетелей Иеговы экстремистами лично для меня это все равно, что Чихуахуа бойцовой собакой. Ну, потому что у нее тоже есть зубы. В принципе, она может кого-то укусить за пальчик. В течение всего ролика Арслан неоднократно, множество раз делает акцент на слово «секта». И этого человека, которого он пытается буквально к лени, распространять этот ролик, мы против сектантов. Этот человек – сектант. И дальше у него такой вывод, что вся организация Алексея Навального – это секта. Ну вот, потому что в Челябинске, в штабе Алексея Навального, работает сектант. Подобное, что-то схожее на секту, что она работает не как политическая организация, а по-настоящему, как секта. Я много раз говорил, что много критериев совпадают именно с критериями секты, на что, естественно, получил огромное количество критики в свой адрес, мол, да ты там запуган, тебя купи. То, что там работает человек, который имеет право на свои религиозные предпочтения и мысли – это он вообще не говорит. И как бы странно в 21 веке 20-летнему молодому человеку объяснять, что человек имеет право на некоторые свободы. Ну, например, на такие базовые свободы, как свобода слова или свобода совести. Господин Арслан, поищите, в конце концов, что такое свобода совести и как вы хотите жить в государстве, где нет этого базового закона или вы хотите, чтобы вам, например, давали свободу слова, а вот насчет свободы совести здесь мы можем подумать. Неужели вы не понимаете, что если вы сейчас топите против свободы, вы сейчас пытаетесь буквально натравливать людей на человека за то, что он думает по-другому не так, как вы? Неужели вы думаете, что в этой стране, если ваши убеждения победят, вам разрешат свободно говорить? Ведь со временем и у вас отберут свободу слова, и вам заткнут рот, ну, например, потому что вы, вот судя по фамилии, я так понимаю, татарин, да? Кому-то не понравятся татары или, например, скажем, будущее России будут против очкариков. Как вы на это смотрите? А может быть против людей маленького роста? А может быть против тех, кто красит волосы? Мало ли кому придет голову, какой бред, если в стране разгул мракобесия. Я тоже критикую Алексея Навального. У меня очень много вопросов к Алексею Навальному. Я делал отдельный ролик. Пять вопросов к Алексею Навальному накануне выборов. Сейчас, пожалуй, я могу сделать еще один и задать ему следующие пять вопросов. Но критикуя Алексея Навального как политика, я бы никогда в жизни не посмел критиковать ни его, ни членов его команды за их религиозные представления. Тем более, что во всем цивилизованном мире свидетели Иеговы считаются обычной одной из сотни тысяч христианских организаций. По большому счету, РПЦ, признанная в вашей стране государственной религией, ничто иное, как одна большая секта. И вы знаете, она полностью соответствует этому определению. И во времена Гитлера свидетели Иеговы назывались никак иначе, как просто исследователи Библии. Они тогда были запрещены и очень многие погибли в концентрационных лагерях. Ах, да, они против вакцинации, сказали вы. Да, ну вот, например, в вашей стране вот этот человек, Герман Стерлигер, тоже против вакцинации. Он призывает всех правильных христиан православных отказываться от вакцинации. Скажите мне, он уже признан экстремистом в вашей стране, или это пока еще в планах? Насчет переливания крови, это такое голословное утверждение говорить, что несколько тысяч или многие тысячи жертв пали в результате того, что им не перелили кровь. Арслан, ну как можно быть таким далеким или темным в вашем возрасте? И вроде бы вы не глупый человек. На самом деле, если бы вы посмотрели в статистику, то вы бы увидели, что от переливания крови умирает гораздо больше людей, чем те, которые заменяют в момент переливания кровь в плазму. Свидетели Иеговы – самые крупные инвесторы в исследования относительно крови. Их организации ежегодно перечисляют миллионы долларов для создания все более новых и совершенных плазм – заменителей крови. И многие сходятся во мнении, что это очень важная деятельность в развитии людей, медицины и движения человечества к будущему. Потому что переливание крови – это не самый лучший метод. Если когда-то раньше свидетели Иеговы умирали от того, что не принимали кровь, эти случаи были единичными. Организация никогда не запрещает им этого делать. Она рекомендует. А решение всегда остается за каждым человеком. Ну и все ваши остальные рассуждения о том, что человек лишен критического мышления и вообще становится своего рода роботом – извините, как же тогда человек спокойно занимается политикой, если он лишен критического мышления? Вы сами себе противоречите. Одним словом, если этот ролик когда-нибудь увидит этот бедный Арслан, который изо всех сил пытается критиковать Алексея Навального любыми доступными способами, мне хочется сказать вам следующее. Когда-нибудь путинский режим падет. И одно из первых – это будет отмена вот этого самого решения, потому что насчет этого с Путиным никто в мире не согласен. Как и возвращение честного имени многим организациям сейчас, заклейменными как иностранные агенты и прочие ерунды. Уважаемый Арслан, вы можете, конечно, бороться с Алексеем Навальным, может быть у вас есть какие-то личные мотивы насчет этого, но вопрос – зачем распространять в этой несчастной стране еще больше мракобесия, которого и так там предостаточно? Вот лично этого я не понимаю.